22 декабря, в воскресенье, по обычаю в Храме Рождества Христова, совершалась Божественная Литургия. Сегодня Евангелие о том, как нам стать по-настоящему счастливыми, как сохранить любовь. Оказывается, нужно благодарить Бога. На службе в Храме совместно с казаками Екатеринодарского районного казачьего общества молился казачий полковник Горбенко Алексей Иванович, который накануне подавляющим большинством голосов был избран атаманом ЕРКО. И действительно, Бог даровал Анне по молитве ее сына, нареченного Самуилом, что значит «испрошенный у Бога». В конце литургии нового атамана ЕРКО поздравил отец Александр. У меня просьба одна. Это непростая книга. Она не должна лежать. Ее обязательно каждый день по страничке со временем нужно прочитывать. Обещаете? Обещаете. Господи благослови атамана нашего брата, раба Божия Алексия, на его нелегкий путь крестоношения и служения Кубани нашему дорогому православному казачеству. После новому атаману показали территорию храма Рождества Христова. Часовню-купель в честь иконы Божией Матери Всецарицы. И, конечно же, казачий хуторок. В это время на хуторке проходила ежевоскресная военно-патриотическая секция до призывной подготовки, на которой помимо спортивных дисциплин детей обучают верховой езде и стрелковому мастерству. Общество отбалковных запасов Офокин. Патриотическая деятельность казаков ЕРКО при храме Рождества Христова не могла остаться незамеченной, и Алексей Иванович пообещал в дальнейшем всестороннюю поддержку. Пожелаем новому атаману столицы Кубани стоять на твердом фундаменте возрождения лучших традиций кубанского казачества и воспитывать в сердцах казаков верность и вере православной. Субтитры создавал DimaTorzok